Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. У нас с вами небольшая рубрика по комментариям. И я зашла к Уралке на Дзен-канал, чтобы посмотреть, что же там пишут уральские фанаты. И вы знаете, я понимаю, что Сафар сейчас на Дзене тщательно удаляет и блокирует всех, кто высказывает своё мнение, и это мнение не нравится уральской парочке. И остаются исключительно хвалебные оды. Ну, нашла я и интересные комментарии. Хочу с вами поделиться. Ольга Лузина пишет. Сафар, тебе не надоело тащить этот мешок? Такой красивый, работящий. Да найди ты молодую женщину. Сами создадите канал. Жизнь-то одна. И терпеть эту тупицу ужасно. Слушайте, а где, Ольга, вы увидели красивого и работящего? Вы в нём увидели работящего мужика? А что он такого делает? Он даже булки не расслабляет со слов уралочки. Мурашей на даче гоняет. Что он делает? Он тяжелее камеры. Ничего не поднимает. Для него работа – это тяжесть. Ковыряться на даче, при этом не имея постоянного места работы, разве это работящий мужик? Работящий мужик, который и жене дома поможет, и на работу ходит, и на даче в выходные трудится. Вот это работящий мужик. А где вы нашли работящего в сафари, я не знаю. Ну, по поводу красоты, тут я спорить не стану. Вон как хомячки слюной изливаются, кричат. Красавец, красавец, какой красивый мужик. Ну, тут уж точно не поспоришь. У каждого свой вкус. Дальше. Натали Денисова пишет. Оля еле передвигается, а опять торты собирается печь. Ну, что это? Хоть чуть бы изменить вес. Хотя бы передвигаться легче было. Оля сегодня щебечет, хохочет. Прямо после вчерашнего включила опять добрую Олю. Оля, зачем так над пацаном смеяться вместе с папой Абду, сравнивая с голосом петуха? Хоть иногда включайте мозги родителей. Вы знаете, по-моему, им обоим нравится издеваться над ним. Мне кажется, что он просто как, ну, привесок какой-то. Что папашке, что уралке. И им нравится его гнобить. Похоже, уралку саму гнобили, не похоже, а так и есть в детстве. А теперь она отрывается на чужом пацане. Точно так же и у Сафара. Он, думайте, любит своего сына. Если бы он любил, то не позволил и не делал бы так никогда. И вот вы представьте, опять же, он ходит в школу. Он ходит на секцию. И что? Мачеха с папашкой обозвали его петухом, при этом ржали. И что, в классе не будут смеяться? Да загнобят его и в школе. И всё благодаря вот такой вот мачехе, у которой совершенно мозги отсутствуют. А если бы его отец любил и ценил, то заткнул бы давно своей барыне пасть. Заткнул бы этим тортом, чтоб сидела, молчала и языком зазря не трепала. Ну и дальше. Золу куры не едят. Они в ней купаются, чтобы в перьях не заводились насекомые. Оля, куры не копают катакомбы. Они купаются так. Разгребают лапками, ищут жучков, червячков. Это их любимое занятие. Ох, Инна, Инна Объедкова. Да, вы, видимо, понятия не имеете, что Уралка как из пещеры вылезла. Она не знает, для чего зола. Она не знает, почему куры разгребают землю лапками, и что они там ищут. Что она знает, это когда она голодная. А больше откуда ей что знать? Она же как пещерная. Она же от всего визжит. Что бы ни увидела, от всего визжит. Если у неё куры потеют, то что здесь говорить? Далее. Елена Озёрова пишет. Ягоды толком не собирали, засолки не делали. Огурцы отдаём, помидоры тоже. Дача чисто контент. И, по-моему, уже дача заезженный контент. Уралка сама на даче делать ничего не может. Всё приходится делать сафару. На уралку постоянно орут, то есть пишут негативные комментарии. Из-за того, что она только ходит команды, раздаёт. И ей это, смотрю, не особо нравится. Да и, ребят, вы посмотрите на неё. Я вон говорила, что 2-3 года назад она была совсем не той уралочкой. Тут достаточно вспомнить ещё 2 года назад, ну, полтора, как она снег лопатой разбрасывала. Помните? А сейчас посмотрите на неё. Она от стола повернулась к плите и уже задыхается. Она едва передвигается. Нет, правда, когда в торговом центре, и она понимает, что сейчас она попрётся бегом уже в зону кафешек, то там у неё, похоже, включается второй дыханье. И там уже, похоже, ничего не болит, потому что уже у неё в животе подсасывает. Быстрее бы поесть, быстрее бы поесть. Но то, что дача – это прошлый уже заезженный контент – это да. Зачем было сажать, чтобы потом отдавать? Вкладывать деньги, вкладывать силы, пусть даже не уралкины, но всё же. Дальше. Ольга М. пишет. Оля, палец командный, так торчит кверху. Надо ноготь побольше сделать. Ага, и заострить его получше, чтобы хорошо работал этот палец. Она уже привыкла с этим пальцем. Ну, правда, ещё бы ровный этот палец был. Ну, а знаете, это вообще настолько отвратительно, когда баба ходит, как королевишная, с этим пальцем. То зрителей оскорбляет, то мужика унижает, то пасынка гнобит и обзывает петухом. Это уже вообще, ребят, никуда не годится. Ну и дальше Ирина Горбунова пишет. Сафар, как испуганный заяц, бегает туда-сюда. И всё не так делает. Хоть бы на камеру постеснялась так его унижать. Два яйца не поднять самой королевишна. Так она пока втолкается в эту теплицу, так она этих курей распугает. Они через головы полетят на выход, потом их не словить будет. Куда её туда, в теплицу? Вот он там и носится с этими яйцами. Если она не знает, для чего зола и для чего земля, то что здесь скажешь, ребят? Она вообще ни в чём не соображает. Да точно так же, ребят, и он ни в чём не разбирается. Они оба одинаковые. Он три часа у неё спрашивает, как это называется, скажи, как это называется, потому что сам не знает, как выразить своё мнение, как два слова связать, потому что не знает, как эти слова сказать по-русски. А она точно так же, вечно как первобытная. Что бы ни увидела, визжит, орёт. И при этом я представляю, как на неё обращают внимание люди, особенно когда она находится в обществе. Идёт с этой камерой, такая огромная, при этом орёт на всю глотку. Да ещё, знаете, зачастую этот визг детским голосом. Я думаю, что люди вокруг просто пугаются. Это чудо. Ну, а вообще, ребят, он сам, видимо, согласен на такие унижения. Единственное, что на весь мир показывать эти унижения, я уже говорила, это мерзко, это ужасно. А то, что там прям уж он прям такой обиженный, униженный, да гачо, пускай терпит. А как он хотел? Он хотел на бабки деньги рубить, то есть золотые яйца собирать, да ещё, чтобы она все его приказания выполняла. Нет, это он должен выполнять и её приказания. Вот только на всеобщее обозрение я уже говорила, насколько это ужасно выглядит, особенно если его смотрят его соотечественники. Фу! В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока!